По поводу Андрея Кураева, протодиакона Андрея Кураева, вот вас спрашивают, исключение его из Московской Духовной Академии, на ваш взгляд, это цензура? И вообще, должны ли священники соблюдать так называемую корпоративную этику РПЦ, или вправе высказывать свое мнение, критиковать? Демократия подразумевает право за любым академическим институтом и сообществом жить и действовать по собственному уставу. Московская Духовная Академия имеет свой внутренний устав, поэтому включение ли в состав ее профессоров, или исключение из состава ее профессоров, это такая же схема в Кембридже, в Оксфорде, в других каких-то учебных заведениях корпоративных, это ее исключительное право. Я считаю, что никто не может диктовать Московскую Духовную Академию извне, за рамками ее преподавательского состава, каким образом и кто может быть ее профессором и ее преподавателем. Ну, то есть, захотели, исключили. И это вопрос демократии. Нам, может, что-то не нравится, вот мне, допустим, мне много не нравится, понимаете, в том, что говорится по эхо Москвы, но я всегда буду защит. Конечно, да. Есть люди, которые являются моими политическими врагами у вас тут выступают, но я всегда буду выступать за свободу слова, за эхо Москвы, потому что я считаю, что ваше право говорить то, что мне не нравится, есть демократия. Вот Московская Духовная Академия в праве исключить Кураева, это ее демократическое право, Московская Духовная Академия. Теперь второй аспект этого вопроса скандала с отцом Андреем. Я с отцом Андреем очень сильно поссорился в момент Pussy Riot, и у нас была очень жестокая перепалка в интернете, и потом просто я подумал, что это неправильно, и помирился с ним. Мы сделали эфир на Russia.ru, и договорились больше не высказываться друг о друге жестко, грубо, а доходило прямо до страстей каких-то, потому что я просто счел, что это неверно. И отец Дмитрий Смирнов, спасибо вам большое, сыграл большую роль в этом примирении, честно скажу. И сейчас мне просто отца Андрея очень жалко, он взвалил на себя очень тяжелую миссию апостола среди безбожников, причем безбожников абсолютно ненавидящих церковь, либеральные интеллигенции, которые отец Андрея идет с проповедью, и с которыми он пытается, по слову апостола, говорить как эллин с эллинами, то есть как язычник с язычниками, ставит его в ситуацию, ну скажем так, неприязни по отношению к нему со стороны многих православных верующих. Ну, до него это делал один человек, как минимум, когда-то давно. Нет, ничего подобного. Отец Александр имени не был таким человеком, он не говорил вот так. Да я про Христа вообще-то. Христос тоже так себя не вел. Отец Андрей является не Христом, а Христос не апостол. Христос сам есть благая весть. Отец Андрей пытается благую весть нести тем, кто заведомо ненавидит церковь. Я вот, например, ни одной секунды не поверил в его высказывание о том, что девушки из Пассирая якобы ходили в церковь и раскаялись. Сами они говорят, на пресс-конференции сказали, что с удовольствием повторили бы то, что сделали, и ни в чем не раскаиваются. Поэтому мне кажется, что надо отца Андрея не топить, не травить, а помолиться за него и пожелать ему спасения, смирения. И на этом тяжелом его пути разговора с вопиющими безбожниками и кощунниками милости Божьей. Но вы здесь на его стороне или на стороне церкви? Если вы имеете в виду гомосексуальный скандал, то не он первый об этом заявил в церкви. Я считаю, церковь должна очиститься от всех, кто позорит имя священника, имя епископа. Это, безусловно, единственная возможная позиция. Но обсуждать это с безбожниками, это глубокая ошибка отца Андрея. Максим Шевченко, журналист. Сегодня это было его особое мнение. Я Марина Королева. Всем спасибо.